Здравствуйте! В эфире программа «Цифры и факты». Меня зовут Наталья Волынец. Сегодня страна празднует День молодежи. Это официальный праздник в Беларуси, отмечаемый в последнее воскресенье июня. История этой даты берет свое начало во времена, когда Белоруссия входила в состав СССР. Тогда, в 1958 году, и был принят указ о введении Дня советской молодежи. День молодежи в СССР считался праздником творчества, вдохновения, энергии и задора, познания и самоутверждения, любви и романтики. На Гумельщине празднование Дня молодежи всегда имело свой местный колорит. С 1969 года молодежь традиционно разбивала свой лагерь на границе трех областей – Брянской, Черниговской и, естественно, Гомельской. Место это действительно необычное, поскольку дома трех деревень были друг от друга в прямой видимости, только поле перейти. Местные сторожилы шутили, что здесь по традиции один петух на три деревни кричит. Беларусь, Россия и Украина ежегодно по очереди проводила в то время на этом поле молодежный фестиваль. Юноши и девушки, получившие документ о советском гражданстве, здесь, у монумента дружбы, в год образования Советского Союза, навсегда запомнят этот торжественный день. В 1998 году был подписан указ президента Республики Беларусь, который официально закрепил День молодежи в национальном календаре праздников и особых дат. Так молодежь Беларуси получила свой праздник на государственном уровне. Общепризнано, что молодежь – это граждане от 15 до 30 лет. Согласно последней переписи населения, в нашей стране насчитывается около двух миллионов таких граждан. Большинство из них – это горожане. Ну, как и во все времена, молодежь тянется в город. В 2018 году в сельской местности у нас проживало меньше 300 тысяч человек в возрасте 14-30 лет. В столице сегодня проживает 478 тысяч 200 молодых людей. Но среди регионов самой молодежной можно назвать нашу Гомельскую область – почти 264 с половиной тысячи. Следом идет Брестская – 259 тысяч человек. Меньше всего молодых людей проживает в Могилевской и Гродненской областях – 197 тысяч 100 человек и 193 тысячи 400 соответственно. Каким видится социальный портрет молодого белоруса сегодня? Ну, прежде всего, это человек, активно повышающий свой образовательный уровень. В среднем за учебный год профсехобразование в нашей стране получает 65 тысяч молодых людей. Среднее специальное – более 100 тысяч человек, а высшее – почти 300 тысяч. Молодежь – это серьезный кадровый ресурс для экономики. На начало 2019 года в реальном секторе экономики каждый пятый работник был в возрасте до 30 лет. В ряде производственных сфер, таких как общественное питание, розничная торговля, страховая деятельность, количество молодежи превышает 30%. Ну и, конечно, сегодня самой молодежной является сфера IT-технологий, где каждый второй работник в возрасте до 31 года. Наша молодежь ведет активный образ жизни. Физической культурой и спортом в свободное время занимаются около 30% молодых мужчин и женщин. И, конечно, почти 100% молодых белорусов – активные пользователи интернета. С каждым годом у наших молодых людей возрастают семейные ценности. В 2018 году в брак вступили 40 с половиной тысяч девушек и 36 тысяч парней в возрасте до 31 года. Среди молодежи женщины преимущественно вступают в брак в 20-25 лет – это 57,6%. В то время как большая часть молодых мужчин создают семьи по достижении 25 лет – 60,6%. В Белоруссии молодежная политика давно стала одним из приоритетных направлений развития. Государство создает все условия, чтобы любой молодой человек мог достичь творческих и спортивных вершин, сделать карьеру, реализовать себя в жизни. Одним из ключевых механизмов реализации молодежной политики страны стала деятельность Белорусского Республиканского Союза Молодежи. Сплотив в своих рядах более 300 тысяч молодых людей, крупнейшее в стране общественное объединение превратилось в своего рода центр молодежного движения страны. В рамках программы социальной защиты молодежи БРСМ участвует в создании новых рабочих мест для студентов и выпускников вузов, принимает участие в совершенствовании системы образования, спорта и культуры. Молодежная социологическая лаборатория недавно опросила своих респондентов на тему «Без чего наша молодежь не представляет свой обычный день» и получила любопытные результаты. 91% молодых респондентов не видят свой день без мобильного телефона, 77% без интернета, 72% без компьютера, ноутбука и планшета, 64% без телевизора, 45% без радио, 36% без газет и журналов, 13% не представляют свою жизнь без стационарного телефона и только 6% без книги. При этом большинство наших молодых людей чтит и помнит добрые исторические традиции. Пример тому – монумент дружбы на границе трех республик. В связи с событиями на востоке Украины с 2014 года мероприятие в трехстороннем формате на пересечении трех границ не проводились. Но традиция жива. В прошлом году по инициативе главы государства монумент реконструировали. Он по-прежнему является символом единства трех славянских народов и символом праздника, пришедшего к нам из советского прошлого, демонстрируя, что современная молодежь сохраняет уважение к истории и верность традициям. В октябре прошлого года по инициативе областного комитета БРСМ у монумента дружбы молодежь Гомельской области заложила ландшафтную композицию «Три сестры» в память о тех временах, когда молодое поколение Беларуси, России и Украины встречались на границе трех республик. Это были «Цифры и факты». Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова